здравствуйте друзья я так камеру поверну немножко влево чтобы видели как цветут деревья весна сегодня уже 9 марта и они не первый день цветут я вам наверное уже пару недель назад показывал как цветут цветет мимоза там у хайвеев вообще такое сейчас цветение замечательно я все жду когда зацветут сакуры 2 которые меня там на участке растут они так вот начинают но еще не в таком состоянии чтобы их снимать нет той красоты как бы который хотелось бы вы видите солнышко светит и немножко так от этой эльнини у нас рассосалась но так как ты небо не так не пасмурная вроде все ничего но у меня такое ощущение что еще не закончилось то есть как бы должно было бы еще что-то пролиться на нас не знаю хотя изначально писали что до 9 марта все это должно происходить то есть сегодня как бы последний день но не знаю а вчера говорили что вообще дождя не будет а он был причем так как бы очень ощутимо был не то чтобы так там по чуть-чуть но вот у нас не держится тучки я просто специально вот показываю чтобы вы могли посмотреть на погоду на нашу то есть то солнышко то тучки но в основном солнышко и вот цветет все здорово вот дерево я к сожалению вот камеры и gopro не могу наехать на это дерево и так поближе показать но все равно красиво вот я думаю что вы видите я только знаете что не знаю что это за дерево такое так не специалист я по деревьям по растениям ничего сказать не могу могу сказать что красиво вот на этом уровне меня хватает так она вдохновляет до цитрусовые тут у народа я смотрю из-за заборов торчат в общем зелено хорошо я вам расскажу интересный случай вчера 8 марта можете представить с утра я еду на работу и соответственно у меня урок и не просто урок а новая группа начинается местный народ так есть группы для приезжих full time а это местная группа экспресс мы их называем они три раза в неделю занимаются не 4 как full time а только 3 обычно я первый урок всегда веду и рассказываю там о школе о программе о нашей ну и так мы уже немножко начинаем там тестировать с ними проектик маленький делаем такой который не требует ничего кроме внимательности так некоторые и что сказать что вроде группа хорошая собралась знаете такие приятные приятный народ такой любопытный глаза горят так они очень симпатичны и на первой парте сидит у меня бабуля 1 ну я не знаю сколько или честно она японка и прислали ее к нам с unemployment то есть она когда-то работала потом работу потеряла тестером работала и работала 6 лет я ее спросил а год вот у нее перерыв и она поскольку ей там какие-то деньги положены вот она пришла значит на нас посмотреть там посидеть на уроке сидит посередине первого ряда на первом ряду 8 человек там 4 парты за каждой парты значит два человека и она прям по центру партой это так можно назвать условно но это некий такой специальный все таки для учебных заведений стол и там но на обычной высоты как всякий такой письменный стол но у него снизу там такие рамы стоят в которых проводка идет при желании можно компьютер туда поставить там такое ну место место то есть грубо говоря так если посмотреть такой стол на просвет вот так издалека то снизу от пола до вот этих вот железяк которые там идут ну может быть сантиметров 40 но но не метр короче бабулька сидел сидел так вроде все училась училась потом я буду все ребята значит там закончили и они начинают вставать и ну дать как человек встает там лэптоп свой там мешок запихнул потом там у него куртка была у него куда-то там но короче не нет не удается ей встать и сразу пройти на выход так что делает бабулька она заныривает под стол она худенькая такая худенькая сухонькая ну я не знаю но лет но от моих лет может быть вот и она такая тыр туда мир под стол и так найти проползает такой змеюкой не бочком понимаете не не то что она по полу проскользила нет нет так она как-то вот так и извелась и выныривает значит на моей стороне возле доски и так значит встрепенувшись идет назад и я вспомнил знаете у меня ассоции ассоциативных анекдоты когда я рассказываю директор скажите анекдот я не помню но у меня ассоциативно возникает и я вспомнил анекдот когда вот на это вот где такого через школе у нас такого не видел что то так проползал это первый раз за много лет такой как бабулька такая но вся там приходит в гипсе там какая-то пораненная приходит к врачу и тот на нее смотрит так это послушал там постучал и говорит ну что же бабушка я вижу прогресс у вас неплохой это уже пошли на выздоровление я пожалуй разрешу вам уже по лестнице ходить она будет милый спасибо тебе это ж ужас какой домой то по водосточной трубе залезать вот и рассыпалась благодарностью значит так вот я подумал что вот действительно какой такой похожий случай очень симпатичная кстати женщина по-своему какая серьезная так слушала слушался да так вот нас 8 марта однако но может японцы не празднуют я не знаю базе ключи у нас вся школа в цветах было тут спрашивали а поздравляете ли вы вот там женщин вокруг вас но значит сотрудников мы поздравляли потом мы устроили они устроили такой торжественный ланч ну когда был ланч значит вот они как-то так что-то такое зарядили вот и мы собрались все вместе там по-моему даже с каким-то венцом я не помню я не пил я порог веду вот вообще не пью но так же все собрались все поздравились студенты вот приносили цветы опять же алкоголь в общем как-то вот было такое оживление надо сказать что наша школа это одно из немногих мест в кремниевой долине где если вам хочется кого-то поздравить с 8 марта и вы придете с цветом цветами с бутылочкой с тортиком там ну с чем-то придете это одно из немногих мест где вас хорошо поймут вот это у нас так что если следующий раз вы тут будете на местности 8 марта и вас будет такое настроение кого-нибудь поздравить ну милых дам вот значит приходите у нас милых дам сколько хочешь и пожалуйста в основном милые дамы у нас у нас мальчиков то вообще немного тут процентов ну 15-20 максимум и можете пожалуйста поздравляйте они с удовольствием будут принимать поздравления особенно если это съесть такое съестное поздравление с удовольствием все съедят вот ну наверное наверное я так думаю еще остались новости какие-то или уже все на нас утречка я-то на самом деле обычно перед тем как выйти из дома я смотрю что там у меня есть на на форуме залив . org из вопросов мы там вопросы собираем и даже если я где-то их вижу на стороне я их туда сбрасываю поэтому если вы хотите вопрос задать часто спрашивают а где задать вот лучше тут лучше всего туда идите залив . org и там есть прямо увидите тема форум и там есть тема где мы собираем вопросы и я все-таки должен на работу попасть вы знаете своевременно поэтому если вопрос такой что вы надо там 7-8 минут зачитывать это я просто не в состоянии вот а если что-нибудь коротенько ну коротенько мужа все практически ответили там маленьких вопросиков нету ну и так вот я смотрел 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 и думаю что-то нечего взять такого чтоб на поговорить и вот так пошел безвопросно безвопросно вот так что друзья если есть вопрос хороший значит задавайте да а перед тем как задавать вопрос вообще если вы почитаете что люди спрашивают это тоже будет неплохо вы может быть увидите что ваш вопрос уже задан там раз десять тогда получается что шансов меньше на то что ответит вот на ваш как-то до него очередь дойдет потому что трудно на самом деле очень трудно на один и тот же вопрос с небольшими вариациями отвечать как бы так оперативно особенно если он большой большой такой по тексту и в общем сложно но я я постараюсь конечно я может быть не буду это делать за рулем а допустим буду в офисе и если там минутка выдастся какая-нибудь значит там я его и зачитаю и там расскажу что-нибудь там оперативно вот потому что за рулем это все равно минут 15-20 мы едем до работы как бы можно отвечать на большой вопрос и нельзя отвечать на несколько сразу потому что читать за рулем как бы не хорошо вот и опасно в общем поэтому но уже взял один вопрос и отвечаешь там все 15-20 минут а когда у компьютера сидишь можно там один второй третий там сколько времени есть поэтому я обязательно на большие вопросы тоже отвечу но в принципе значит когда вопрос есть я бы очень советовал его сформулировать коротко вы можете написать длинный а потом так пройтись по нему и может быть он короче станет потом еще раз пройтись и еще раз короче стать я так все время делаю сам когда что-то пишу я спрашиваю себя а вот а вот если это убрать значит изменится ли так сказать суть и выясняется что существенную часть можно убрать без того чтобы это отразилось на сути на содержание который меня реально волнует так что я я такой проверенный сокращатель собственных текстов так что ладно значит счастливо и до очередных наших встреч хороших вопросов дежурств по америке опенхаузов океанических видов закатов восходов и так далее счастливо а